В Ужгороде никак не могут приступить к реконструкции набережной. Деньги из госбюджета выделили еще в августе, но освоить их местные власти не могут до сих пор. Как только на набережной появляются рабочие, тут же приходят и активисты, чтобы помешать работам. Почему люди выходят на акции, выясняли наши корреспонденты. Очередной скандал разгорелся вот из-за этой брусчатки. Ее обнаружили, когда сняли слой асфальта на Липовой аллее. Кто ее укладывал и когда, пока никто не знает. Это может быть и 30-е годы, потому что город Масарика был построен в 37-е годы. И это может быть тогочаса, Бруківка может быть немного позже. Но даже если она была в радянских временах, то это 60-е годы. И это качество, и это уже та автентика. В мэрии проводить исследования не против и уже приступили к работам. Начали снимать асфальт. Для этого пригнали габаритную технику. А вместе с ней появились и активисты. Говорят, такие машины раскалывают брусчатку и фактически ее уничтожают. Я в самом деле не хочу говорить. Вы меня оскорбляете. Что вы говорите? Скажите, мы хотим такую инструктивную идею. В конце концов, то начали с великой техники, то начали с лепки, то начали, что это великое... Это структивная идея. Эта техника вспахала и нашла бруківку. Мы просили, сделайте нам экспертов сюда. Просили, вы ничего не сделаете. У подрядчика, которого наняли местные власти, проводить работы – свои аргументы. Мы видим снова перешкоджения. И мы будем обратиться к суду, так как мы втрачаем гроші, несем убитки. Аренда техники, кошти, кошти, и нам нужно будет это за счет когось компенсувати. Реконструкцию набережной начали еще в августе, когда из госбюджета был выделен 21 миллион гривен. Деньги целевые, и использовать их нужно до конца года, иначе они вернутся в казну. Поэтому проект разрабатывали в спешке, и полное согласование он не прошел, уверяют активисты. В мэрии возмущения активистов не понимают, мол, их предложения учли и даже внесли коррективы в проект. Я не знаю, я не хочу никого там где-то говорить, но когда мне кто-то скажет, что эта обруктовка тут нормальная, або эти светильники, которые мы там видим, что их не нужно реконструировать, тогда извините меня. Кстати, так называемый район Галагов построили Чехию в начале прошлого века, когда Закарпатия входила в состав Чехословакии. Его называют уникальным архитектурным комплексом модернизма. А чтобы сохранить это достояние, местные власти предложили внести его в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Марьяна Мартин, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область.